Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем серию обзоров игр про трёх богатырей. И сегодня у нас третий богатырь на летсплее Илья Мурамец из Соловей и Разбойник. Начинаем новую игру. А вот и деревенька. Сейчас обстановку оценим. Так, на эту деревеньку напали разбойники во главе с Соловьём. Всё разрушено. Хотя странно, вон эти сокровища все лежат вон там, по центру, на площади. Непонятно. Чего же это у вас, бабуся? Коромысло новое на земле валяется. Непорядок. Так беда у нас, сынок. Что ж за беда такая, чтобы коромыслами разбрасываться? Напал на нас ворог окоянный. Соловей-разбойник. Да будь он не ладен. Да что же это такое на Руси творится? Беспредел и беззаконие. Так. Ну, раз коромысло ничейное, нужно его ликвизировать. Так. О, створки вон падают. Капец. Так. Ладно, здесь нам ничего больше не нужно. Давайте идём. Куда можно пока. Ага. Налицо масштаб разрушений. На Тихона похож. Здоров, будь добрый человек. Чего это с твоей недвижимостью приключилось? Стало движимостью. Стихийное бедствие, богатырь. Соловей-разбойник на проказу. Ну, соловушка. Ну, забаловал. Вот я ему, паршивцу. Так. Что нам можно здесь сделать? Там вот соль стоит. На дворе трава, на траве дрова. Взять никак. Так. Вот могу бревно взять. Так. Что ещё там? Ой. Я ничего не делал, честно. Она сама. Так. Тут тоже ничего. Огонь. Это ж как. Надо было печкой пользоваться, чтобы так топка забилась. А, получается, нам топку прочистить нужно. На дворе трава, на траве дрова. Нет. Вот она. Река Смородина. Смородина. Доколе. Доколе. За рекой Смородиной бесчинствует организованная преступная группа. Бандита-рецидивиста-соловья-разбойника. Жителям деревень нанесён ущерб на сумму 3000 отсылковых. Доколе будем терпеть разбой злодейский. Доколе князь Киевский в бездействии пребывать будет. А тем самым бандитам пособничая, неужто перевелись, благодарив земле русской? Это у нас газета. Берестяная газета. Так. Там что это? Можно открыть дверь? Можно. Что здесь можно ещё реквизировать? Хомут. Ничего себе колёсико. Может его можно надеть сюда на колёсико? Не пытайтесь повторить это дома. А, мы его не на колёсико надели, а здесь. Ладно. Так, тут у нас ведро ещё есть. Так, подождите, я там, по-моему, что-то не взял. Да, тут же вот мука стоит. Думаю, что-то я хотел ещё, и потом, после этого, кому-то забыл. Ого. Тяжёлая. Никак не поднять жёрнов без силушки богатырской. А чтобы вернулась она, поесть мне нужно хорошенько. А чтобы поесть, нужно приготовить, наверное, поесть. Ну ладно. О, здесь богатырь нас чё? Богатырь, говорю, соловей ждёт. Попробуй. Так бы он сидел здесь просто, да? Сейчас на голову сверху, а то упадёт. Ну что, добегался, соловей? Вот мешок с карбом. Сдавайся по-хорошему. Иначе, за сопротивление при аресте... Не взять тебе меня, богатырь! Руки короткие! Ого. Что за напасть? Силушка моя подевалась куда-то. А всё от того, что диету богатырскую соблюдать перестал. Не ел 7 дней почти. Почему? Вот теперь, пока не поем как следует, не вернётся сила. Короче, надо поесть богатыря, чьи словя. Торчит бревно. Сможем одолеть, да? А не найдётся ли у тебя чего съестного, добрый человек? Какое там? Разбойники соловья сожрали всё. Прям как саранча какая. Лучше понять, просто соловья сожрали, да? Совсем ничего не осталось. Ничего. А вот соль стоит. А соли у тебя часом не найдётся, добрый человек. Соль есть. Я её всегда за печкой прятал. Вот и осталось. Только тебе не дам. Как-никак, последнее моё добро. Ну так может я тебе чего взамен принесу? Ой. Короче, принеси. Только мне она не надо, да? Я помню, он сто лет назад играл когда-то. По-моему, ему газету нужно дать. Мы её прочитали, нам она не нужна. Вот, держи свежий выпуск еженедельной бересты. Вещь ценная. И почитать можно. И от дождя укрыться. Так, ну вот одной соли, конечно, много не наешься, но хозяйстве сгодится. Так, а ещё нам нужна водичка. Вот у нас есть коромысло. На ведро цепляем. И достаем из колодца водицы. Чтоб напиться и хлебу свариться. Так, есть соль, есть вода, есть мука. В принципе, всё для хлеба есть, да? Может, бабулича покушет есть? Я вот муки на мельнице взял. Может, испечёшь мне хлебушка? Это можно. Только печь, кто меня дряхлая совсем. Её дней десять топить надо, чтобы испечь его. Ну так хотя бы тесто замеси. А я уж сам испеку. Можно и замесить. Ты только воды и соли принеси. А то мне с лавки-то вставать не с подручно. Что делать? Тяжело. Принесу. Да, уже ж принёс. Так, давайте высыпаем муку сюда. Добавляем сольки. И заливаем водичкой. Вот и тесто получилось. Ну как там? Подошло тесто, бабуся? Подошло. Подошло. Вот. Держи. Короче, себе тесто куча оставила нам. Чуть-чуть дала. Не то пальто. Шли бы вы отсюда, бабуся. Схоронились в каком-нибудь безопасном месте. Так чё идить-то? По разбойничал уже с уловей. Всё добро собрал. А теперь че за мостом сидит. Да пересчитыват. Ну, это ненадолго. Да, видели его. Ладно, идём хлеб печь. А не найдётся ли у тебя чего-то есть снова? Добрый человек. Было. Какое там? Разбойники соловья сожрали всё. Прям как саранча какая-то. И что ж, совсем ничего не осталось? Ничего. В лес пойди ягод набери. Начинаем дровометание. Получается, вот нам говорили, что забилась печка, да? Нужно прочистить её. Ой, прости, старик. Так что ж такое, гляньте. О, тоже мимо. Так как же так? О, нам может быть нужно было по умолчанию несколько раз попасть именно ему в лоб. Потому что как не целился, вот в лоб ему кидал. А сейчас целишь нормально, видите? Вообще отлично. А если сразу? Берёмся опять в лоб. Ха-ха, класс. Всё. Печка растоплена. Слез бы ты с печи. Затопил я её, чтобы хлеба испечь. Жарко сейчас будет. А мне жаркость и не ломит. Так, тесто. А, ещё веничком там похлопал себя. Ну, правильно. Нужно извлекать выгоду. А вот и каравай. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Вот это другое дело. Чувствую, как возвращается силушка. Сейчас задам соловью по первое число. Так, что, можно идти к соловью теперь? Ну, давай. На допросе имеешь право не отвечать дознавателю. Имеешь право весточку из темницы на волю послать. Сдавайся по-хорошему. Не взять тебе меня, богатырь! Опять 25. Что-то ему силушка не помогла, короче, да? Отходим на укреплённые позиции. Видите, что не укреплённые. Так, а сила появилась, то я не мог же этот джернов снять. Оп, теперь могу. А на это место мы ставим стол колодезный, да? Так, для чего я не совсем понимаю. А вот эта палка сюда можно жерно поставить. И теперь вот мы запустим колесо, оно там должно крутиться. И хомут будет бить по этому колышку. Вот. И к чему-то все приведёт. Смотрим. А-а-а. Ого. За грабёж и сопротивление властям поарестовываю тебя, Соловей Рахманович. Тьфу ты, глухоман. Совсем в тещур заплутали. Да не заплутали. Я специально к заставе вышел, чтобы служивых о Соловье расспросить. Так. Чего ты тогда ждёшь? Да, спят служивые. Так, ну если вкратце, то вот получается, мы тем жерновым Соловья огрели, его связали, в темницу посадили. А князь его отпустил за 100 монет. А в итоге Соловей увёл казну полностью у князя и заодно коня нашего богатырского. Ну, князь как бы с ним поссорился, а потом решил схитрить. Сказал, что коня Соловей украл, а про казну ничего не сказал. Но и с ним пошёл в поход, чтоб вот казну забрать, когда найдут. А так, мы на заставе. Так, можно куда нам идти? Даже не знаю. Давайте попробуем разбудить. Бесполезно, да? С той, кто идёт. Так, есть черпак. Можно воды набрать, да? И... Акатить попробовать. По барабану. А, по барабану. Так, а у нас черпак ещё остался. Ну, наберём-ка воды ещё, во всякий случай. Я думаю, пригодится. Так, ладно, пойдём внутрь. Может, там есть какое-то средство. О, привет. Писарь. Писака. Что? Приветствую, доблестных воинов. Здарова, родственничек. А я вот в гости решил заглянуть. Да ну! А кто забаву в заграничный университет отправил? А нас Никитичем глухомать дальний упёк. Ну, так это для пользы дела. Учение, как говорится, свет. Свет – это хорошо. Зачем пожаловал, князь? Правду говори. Да бы быстрей. А то у меня времени нет совсем. Знаешь, служба. И я весь в заботах, весь в делах. Вот соловья-разбойника, преступника государственного изловить пытаюсь. Соловья? Гоняли мы тут разбойника этого и банду его. Да так поймать и не смогли. Логово, говорят, у него тут недалеко. Вот только где, один Добрыня и знает. Так спит он. Это точно. У него недавно биоритм сбился. Днём живает, а ночью бродит и никому спать не даёт. А будить его бесполезно. Вот, смотрите. Добрыня! Сверва! Я же говорю. Хе-хе, бешеный какой-то. Придумаем что-нибудь. Нам до ночи ждать нельзя. Ясно. А что боец говорил, мол, Добрыню ты в глухомань сослал? Пустое, Илюша. Добрыня здесь важное секретное задание выполняет. Походу, я вижу, князя все любят, да? Так, что мы можем сделать? Даже не знаю. О, что там? Пёрышком пощекотить, да? Ну, не пёрышком, что у нас там? А, всё-таки перо, да? Просто там так висело непонятно. Чихнёт и проснётся. Ладно, попробуем. Тоже не как. Вот блин. Может, чем-то... Попробуй, что ли ты, княже, Добрыню разбудить. Так и быть, попробую. Ну как? А ну, проснись. Сам князь Киевской к вам пожаловал. Ага. Не, ноль на масле. Попробуй, что ли ты, княже, Добрыню разбудить. Так и быть, попробую. А ну, проснись. Сам князь Киевской к вам пожаловал. Так, куда ж идти? Идти... А... Сперва где соловей-разбойник узнать надо, а уж потом идти. Так, как же убудить-то? Может, ещё раз водичкой окатить? Ага. Не, пустой номер. О, а может... По писарю. Тоже мне не получится цветок полить. Тоже нет. Да что ж такое, а что мне ещё делать можно? Я вот не знаю. Ещё раз поговорю. Как служба, боец. Да какая служба? Скукота одна в этой глухомане. Ни тебе, Тугар, ни тебе, Чудиш, ни великанов. Хорошо хоть разбойники остались. Хе-хе. Так, вот щит. Взяли щит. Два. А, медные щиты. А, всё, постукать можно. Точно. Вот так вот. Вот это я понимаю. Здоровый богатырский сон. Капец. Тоже не то. Эх, ладно. А что ещё? Какие варианты? Уже перепробовал почти всё. Как служба, боец. Да какая служба? Скукота одна в этой глухомане. Ни тебе, Тугар, ни тебе, Чудиш, ни великанов. Хорошо хоть разбойники остались. Так, что можно сделать? Что у меня осталось? Вода только. Блин. Даже не знаю, что тут сделать ещё. О, прикольно. Так, подождите. Получается... Исчез Добрыня. Нам так и нужно было. Так он же и будку казённую прихватил. Хе-хе-хе. Жуткое самоуправство. Может, ты его украли? Смотри-ка. Исчез Добрыня. Так он же и будку казённую прихватил. Жуткое самоуправство. Да отойди, блин. Дай мне взять письмо. Ага. Что за служба такая? Даже выспаться толком не дадут. А логово разбойничья найдёте у высокого дерева. Добрыня. Так, смотрите. Таможня. Пристань. Логово разбойников. Яга. Кощей. Застава. Вот мы сейчас на заставе, да? Значит, в гору, под мостом, через перевал, мимо логова дикого вепря, к логову разбойников и выйдем. А главная примета – высокое дерево. Понятно. То есть так и нужно, получается, было все способы перепробовать, а потом вот… Вот примета наша. Он нам уже дал записку. Отродясь, такого высокого дерева не видал. А может, вернёмся на заставу и подмогу позовём? Ага. Нет на это времени. Соловей-разбойник улизнуть может. Так, шапка чья? Так, карта, шапка, листья, что здесь у нас? А ловушку типа готовит, да? Ясно. Вижу, блестит там что-то в кроне. Вот только что не видать. Шапка кинуть. Ага, гнездо сбили. Воронье, гнездо, круто. Только зачем? Гнездо нам сбивать было. Дубинка, хорошо. Да, дикое место. Вот вернусь в Киев, прикажу здесь канатную дорогу построить. И фонтан. Ха-ха. Зачем? Так, дубинка, хорошо. Что ещё у нас есть? А вот тут... Веточки веки. Всем закоптились камни. Видать, часто здесь разбойники костёр разводят. Колышки. Так, давайте попробуем. Какие-то слишком уж правильные дырочки. Чую, не просто так их прорубили. Так, нужно же, наверное, вставить сюда что-то. Дубину. Как же оно туда влезет? Веточек набрать нет никак? Совсем закоптились камни. Чарка с водой. Видать, часто здесь разбойники костёр разводят. А листья? Листья, листья. Я не пойму, что мне сюда всунуть нужно? А, так он может откудать её. А, не, опять. Падаю, да? Тут нужно заглушки поставить. Бесконечный какой-то процесс получается. Ты это, богатырь, камни разбрасывать прекращай. А то трассу феодального значения завалишь. А что делать-то, если они падают всё время? Так, может, вот те две дырки заткнём? Верхний камень на подпорках удержится. Вот палочки смог взять. А то ж я их не мог брать. Оп. Даже польза от князя есть, на удивление. Такие тоненькие палочки, такие камни большие. Произошло разрушение несущих конструкций, ввиду их хлипкости. Ну, раз так, то сам ищи, чем бы эти дырки заткнуть. И чем же их заткнуть? Дубиной. Не, никак. Как же оно туда влезет? Листья. Совсем закоптились камни. Видать, часто здесь разбойники костёр разводят. Ладно, пойдём обратно. Искать. Вижу, блестит там что-то в кроне. А, вот же дубина есть. Вот только что не видать. Шапку мы там уже оставили. О, отлично, кортик. Знатный клинок. Большой вес должен выдержать. Вот бы ещё один такой. И что, можно черпаком свой кинуть? Нет. Ну что, придумал, как вход в пещеру открыть? Следует остановить бесконтрольное движение каменных масс. Это ты с кем разговаривал? Нет, клинок кинуть не получится. А может, ещё одну дубинку найдём? Не-а. Ладно, вставляем одну саблю. Не, нельзя так. Один клинок не выдержит и переломится почём зря. Что же делать? Для чего? Вот это... Гнездо. Может, всё-таки гнездо закинуть обратно, попробовать? Я не пробовал, кстати. Да, гнездо можно кинуть обратно. Шапка упала. Вот, блин. Что, сапог? Капец, сам кто-то может сидит. Какой-то разбойник. Опять шапка. Шапка, шапка. Зачем у меня шапка? Крепкая ветка. Палицу добрую соорудить из неё можно. Вот только высоко. Никак не достать. Ветка крепкая. Оставлю. О, класс. Вот могу её теперь кинуть, да? Замкнутый круг какой-то получается. О, вот второй клинок. Целая наука нужна была. Вот теперь пара клинков есть. Меч и сабля. Для чего у меня сапог остался? Ого, а что это такое у нас? Лом какая-то. Это что ли? Замок разбойничьей пещеры. Получается, здесь нам нужно как-то составить комбинацию, да? А их можно как-то перекручивать? Да, вот так, допустим. Ага, можно. Так. Знать бы да ещё как. Вот так. Это вот. Может так. О, слушайте, даже с первого раза получилось. Вау. А хорошо, оно складывается. Тю, блин. Так, тут ещё раз нужно. Засада. Так. Вот так. Вот. Вот. Дальше сюда только такая влезет, наверное. Нет, неправильно. Нет, неправильно. Нет, так никак. Может, это так вот как-то. Я бы сильнее на... Не влезает. Как не влезает, если... А, там дырка и выемка. Я просто не увидел. Всё. Я думал, останется... Я просто не увидел выемку. Вот. Прям по центру. Тогда всё правильно. А хорошо, оно складывается. Да сколько ж можно, а? Так, ладно. Снизу нужно что-то вот типа такого, да? Это сюда. Получится? Нет, неправильно. Так, что ли? И вот так. Оп. Я бы сильнее надавил. И вот так. Я боюсь, вся конструкция разломается. А, нет, там же... Тогда вообще не получится. Сверху нужно... Что-то решать. Так, наверное, да? Скорее всего. А здесь... Нужно тоже что-то менять. Ну, это по-любому сюда. Не. Никак. Блин. Не влезает. Так, ладно. Вот так получается. Вот же засада. Что мне теперь делать с ней? Это по-любому, наверное, сюда, потому что по-другому. Не выходит как-то. Нет, не так. Может, эту снизу нужно вообще, большую нужно было. Вот так, допустим. Эту сюда. Так. Вот так. Эту так. Да, походу, смотрите, получается. Вот так. И вот так. А хорошо, оно складывается. Да, может, хватит уже три. Фух, получилось. Так, ну ладно. Головок мы решили. Так, уже довольно-таки долго задержался здесь, поэтому... Так, я сохранился? Да. Буду прощаться с вами, друзья, до следующего выпуска. А если вам нравится, благодаря нашу летсплей. Не забудьте подержать это видео своими лайками. Пишите комментарии. Ну и оставайтесь с нами. Скоро продолжение. Пока-пока.